Ну что ж, друзья, рад приветствовать вас всех на канале. Как всегда, с вами у микрофона Дог Браун. И сегодня у нас рубрика, которой давно не было. А именно, большой видеоразбор MMORPG. Слушайте, давайте серьезно. К сожалению, новинок никаких нет и даже не предвидится. Я имею ввиду локализированных. А более того, старое все, мы с вами уже наигрались. Просто до оскомины, уже возвращаться никуда особо даже не хочется. Поэтому я пошел шариться по стиму и искать MMORPG проекты там. К своему удивлению, я нашел парочку любопытных, даже с хорошими отзывами. И к своему удивлению, я впервые увидел вообще эти названия. Так что предлагаю вам в ближайшее время, вот как раз таки сегодня и начнем, посмотреть эти самые MMORPG проекты. Сегодня у нас будет игра на разборе под названием Villagers and Heroes. И слава скажу, что в описании на странице игры разработчики очень скромно одним предложением указали, что это просто-напросто лучшая 3D MMORPG с фэнтезийным уклоном, где вы можете заниматься чем угодно. Ну вы поняли, разработчики-то врать не будут. Так что предлагаю сегодня посмотреть эту самую лучшую MMORPG. Так что усаживайтесь поудобнее, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы до сих пор этого почему-то не сделали. Ну и соответственно, приятного просмотра. Многие задаются вопросом, как покупать новые игры, если сервисы не принимают оплату из России. Так вот, все очень просто. Есть торговая площадка Keys for Gamers. Тут вы сможете приобрести те игровые новинки, которые недоступны в РФ. Все, что нужно сделать, это зайти на сайт, выбрать интересующую игру, продавца и просто сделать покупку по самой выгодной цене. Если же вы предпочитаете консольный гейминг, то на сайте можно без проблем купить любую игру для Xbox, PlayStation и других консолей. Помимо игр на Keys for Gamers, вы также можете приобрести абсолютно любой софт и даже ваучеры пополнения счета для разных сервисов, таких как iTunes, Google Play и другие. А самое главное, это то, что оплатить покупку можно любым удобным способом, включая Kiwi кошелек и банковские карты Мир. Ну а если при покупке вы еще введете мой промокод, то получите скидку в 10%. Промокод и ссылка в описании. Так, ну что ж, давайте начнем, пожалуй, с создания персонажа. Я смотрю, что игра, как бы вот заявлено, что она локализирована, но, по-моему, локализировали ее исключительно через автоматический Google Translate. Так, давай сделаем вот так вот. Давай сразу укажем ник. О, у нас даже есть прямо рассказчик, который нам что-то там рассказывает даже. Так, высота. Ну, понятно, короче говоря. Да, локализация присутствует, но уровень локализации это, конечно, что-то. Так, хорошо, ладно, допустим. Личность. Личность нормальный, напуганный, вдумчивый. Я так понимаю, это просто поза, с которой будет персонаж стоять здесь в редакторе персонажей, но личность обаятельный. Круто. Слушайте, мне уже нравится эта игра. Почему я вообще впервые о ней услышал? А вообще, Villagers and Heroes. Игре, по-моему, уже лет... Лет... По-моему, если я не ошибаюсь, в стиме указано, что она вышла где-то в 2015 году. А это на секундочку год, когда запустились ру-сервера. Там, Terra, Blood and Soul, Black Desert. А где, где все это время был Villagers and Heroes? Почему мы о нем не слышали? О, боже. Так, происхождение. Оу. Так. Колючка, гребень, сверкание, зимородок, затопленный зуб, зеленый рай, Ardent, буря-бастион. Ну, короче, название как, знаешь, вот как товары на Алиэкспресс. Велосипедная щетка, гаечный ключ, чистка раковины. Вот, ну, примерно из этого разряда. Так, ладно, давай зеленый рай. Дай... О-о-о-о, зеленый рай. Подожди, надо стойку поменять. Можно, пожалуйста, где там был норм... Круто. Героический. Вот, 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 нормальный. Нормальный, спасибо, спасибо. Так, как-то получше. Зеленый рай, нормальный. Лицо. О-о-о, я уже вижу то, что мне нравится. Ты посмотри. Сразу видно. Нормальный. Глаза, глаза карие. Пускай будут это прям вообще... Слишком, ну, слишком красив. Слишком красив. О-о-о. О-о-о. Я даже не буду смотреть варианты дальше. Зачем? Зачем, когда есть это? Так. Ребят, вы не пугайтесь. Мы... Мы реально посмотрим игру. Просто, ну... Хочется создать такого колоритного персонажа. Раз редактор позволяет, то почему бы и нет? Этой прической можно, я не знаю, винты откручивать. Смотри, просто вот... Прямая как раз идеально. Ты вставляешь в большой какой-то винт и выкручиваешь его. Прям головой. Окей. Герои. А, это класс. Класс. Воин. Так, воин. Как выглядит? А почему... Почему ты присел? Или это такая боевая стойка? Походу, боевая стойка. Воин. Маг. Охотник. Жрец. Это что-то типа паладина, я так понимаю. Шаман. Забавно. Слушай, я бы выбрал охотника. Ну, посмотри. Вот он. У него лицо вылитого охотника. Оборудование. Меткий охотник. Охотник за природой. Охотник за природой. Охотников за природой можно найти, бродя под диким границем королевства. Избегая города и его удобства, они призывают дикую силу прийти и убить своих врагов. Основная роль урон дилеру. Игра. Я, конечно, сильно извиняюсь. Но, может, не будем трогать дилеров. О, боже. И главное, смотри, у меткого охотника тоже основная роль урон дилеру. Нет, мне не нравится этот класс. Давай попробуем кого-то. А ну, посмотрим, какая роль у мага. Урон дилеру. Да что такое? Чем вам дилер? Это не угодили? Серьезно. Жрец. Урон дилеру. Вторичная роль. Ну, хотя бы не первичная, смотри. Целитель. Да урон дилеру. Нормально. Просто игра. На что ты намекаешь вообще? Ладно, раз у них у всех урон дилеру в приоритете, давай возьмем, как и хотели, изначально охотника. Но только не за природой, а меткого. О, боже. Так, сельский житель. Это что? А, о, умения. Горное дело, кузница, рыболовство, кулинария, насекомых. Любопытно. Шитье, растениях, травник, я так понимаю, деревообработка, дом, садоводство или скотоводство. Так, выберите умения, три штуки. Ну, давай, я не знаю, деревообработка, горное дело. И я выбрал кулинарию. Прям вот, люблю кулинарию. А дом, ну, давай садоводство. Серьезно, мы еще и прям дом выбираем? Ого. Винный завод. Ах, хоть не колочуга. Чел на фоне пытается меня перебить, просто понимаешь. Сарай фермера, сборщик сарая. Дом Джек. Станция крафтера. Дом в лес. Нормально. Жуткий сейф. Слушай, давай вот этот вот дом в лес, короче. А, вот он на фоне. Нормально, нормально. Дальше. Ну, все. Все, погнали. Посмотрим, что нас ждет впереди. Так. Слушайте, у нас тут прям... Вау. Кстати, прикол в том, что один из отзывов в Стиме об игре, там писалось, что игра выглядит как вот именно полноценный классический MMORPG проект, который там не омрачается какой-то всякой лютой дичью. Вот я посмотрел отзывы, я повелся на это, понимаешь. Слушай, у нас перс даже плавает, обалдеть. Но локализация, конечно, вызывает вопросы, то есть прям... Добро пожаловать в Ку, который только что прибыл пололетом, что вообще, ничего не понятно. Так, ладно, давай посмотрим. Это реально не было моего дела. Я могу вам уверен, что я экспериментный двигатель и ничего не было связано с нашей машиной, которая просто разрушена. Вы поверите мне, не ли? Она говорит, она опытная женщина за рулем. Смотри, вон она там вела, вела, довела. Локализация все-таки потрясающая. Знаешь, я вот читаю там... Вы верите мне, не так ли? Еще не решил, без обид. Но, может быть, твой злобный поющий голос напугал лошадей. Просто нормально. Ерунда, они обожают мой визг. Серьезно? Серьезно? Ааа, вообще... О, боже... Так, первое задание. Ладно, ладно, давай посмотрим. Ну, окей. Я... Ну, у меня хорошее настроение. Я как бы, да, там, я придираюсь. Но, типа... На самом деле, выглядит все не так плохо, как могло бы. Вот, на полном серьезе. То есть... Ааа, помните вот это вот эпопея, когда все ринулись... Ну, когда World of Warcraft как бы поблочил все, да? Там заплатить за игру было нельзя. И все ринулись в лоды. Так вот, я сейчас, глядя... Ой... Вот, глядя на вот это вот все, у меня сейчас такая мысль, что... Лучше бы все ринулись сюда, а не в лоды. Потому что... Ааа, из-за лодов уже все убежали обратно, кстати говоря. Там опять все. Все круто. О, боже мой. Она растворилась. Ты проиграл, Элден Гальян? Что? Почему я проиграл? Я даже ни с кем еще не мог. Свирепый зверь. Нажмите на врага, чтобы выбрать... Чтобы атаковать, нажмите правый. А на ходу... У меня такой лютый откат автоатаки, серьезно? Ого. Мне нравится, знаешь, там было вот... Там, там должно было быть написано «Уворот». А там было написано... Как-то там и... Изгибание. Окей, ладно. Монтайн Лайонс никогда не атакуют. О, я, наверное, не была. Что-то не было сегодня здесь. Магические компоненты, вкладывающие к оружиям и оружиям. Если выгибает, а потом говорите с мной снова. Уважайте меню-бутон, чтобы обеспечить инвентарь, характер, мапу и журнал. Прямо обучение... Так... А, погоди, это... Это куда? Это меня куда-то в донаты забросило. Подожди. А, подожди. А игра всегда будет так подлагивать, когда я буду пытаться открыть инвентарь? А, нет. Тут только при первом открытии игра будет подлагивать. Угу. Угу. То есть игра будет подлагивать при первом открытии каждой вкладки. А потом нормально. А потом нормально. Угу. Окей. Окей. Хорошо. А что от меня вообще хотят? Что там надеть-то надо было? Руна. Оборудование. Ясно. А, у нас... Во, навыки. Летальность. Смертельная цель. Изнурительные выстрелы. А можно... А, мы как бы прокачиваем здесь. То есть это не то, что ты бах и получил навык. Я же его получил или нет? Ну, давай что-то вот на крит возьмем еще. Есть выживание. Отдельно. Отдельно. Отдельно и ветка природы. Угу. Ну, допустим. Допустим. Хорошо. А подтвердить очки талантов? Да. Давай. Подтверждаю. Подтверждаю. Так. Что у нас? Наденьте оружие, которое вам дала Адриэль. Она мне дала оружие. А мне вот очень интересно, где то, что она мне дала. Потому что, как бы... Я... Я вообще не совсем понимаю, где у меня... А, вот. Отлично. То есть, у нас, как бы, окно персонажа, а отдельно открывается инвентарь. Господи. Ладно, ладно. Это мой затуп. Не увидел сразу. Погнали. Слэй! 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 О, боже. Сиксаун, ты используй свои новые способности. Ох, ты. Драй! 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 Так. Ну, допустим. Допустим. Ой-ой-ой. А, можно... Можно табать на них просто. Боже. Играй, в ней еще... В ней еще язвучка есть. Ну, это что-то... Но не... Возьмите нас в Малак, без уверенности. Верно. И что... Я шутила, чтобы подумать. Я, знаешь... Вот я сейчас смотрю на все это. Мне даже не верится, что... Вообще проект вышел в 2000 вот там... Вот я вот, честно, я вот не помню. То ли в 14-м, то ли в 15-м году. О, господи. Ну, игра слишком хороша. Что такое? Что происходит? Что такое? Пентаграмма... А, призрак Малак. Или Малак. Какой наивый мальчик мы здесь слышали. Они не знали им имя. Моя реверка подходит. Но я боюсь, что ты... Вот, кстати, без шуток. Знаешь, что мне нравится? Вот мне нравится, как сделаны диалоговые... Аккуратнее, как сверху эти варианты ответов. И сейчас... Я могу победить, а то он что-то как-то выглядит достаточно имбово. Ты не можешь остановить меня! И, кстати, я напоминаю, что на данный момент вы видите не просто какую-то там, знаешь, вот трэш-ММО-РПГ. Нет-нет-нет, я напоминаю. В описании игры написано... Лучшая 3D-ММО-РПГ фэнтези. Вот. И... Разрабы-то врать не будут. Я буду вернуться в шагу и в силу. Тут понимаешь, в чём прикол? Что если кто-то с этим не согласен, то просто у тебя нет вкуса и ты ничего не понимаешь в хороших играх. Я буду вернуться в шагу и в год. Вот и всё. Так что... Ну, как бы... Стоит это учитывать. Да, давай. Ага! Вы были убиты, я понял. Ну, ладно, ладно. А я смотрю, ну, значит, навыки не юзаются. Такой, думаю, что, почему? А, то есть я просто... Я просто поднялся и просто продолжаю... Оживаться с того же места. Это было имбово. Это было имбово, но мы победили, и что нам ещё надо, да? Вот, казалось бы... Девушка-тирана, чтобы быть воскреслен! Ивел Малакор вернулся once more и уничтожил нас всех! О, не будь милым. Это было буквально культа. Перед ним будь глупая, это было просто магия культистов, мираж. Это было не он. Мы должны идти к феррии и оставить эту лесу только раз. Так, паром, покинуть лес. Я так понимаю, что вот это всё, это был своего рода пролог, обучение, и сейчас вот мы попадём в open world, в саму игру. Ну, давайте посмотрим. Так, 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 всё, мы куда-то персонажа со звёздочкой завершит квест. Окей. А, ежедневная награда. Боже мой, здесь даже такое и есть. А, вот так. О, ты посмотри на это милейшее динамичное небо. Просто лучше я, наверное, нигде не видел. Вот этот вот весь ваш реализм, вот это вот, типа, Black Desert, самая красивая ММО. Да ну ты чё, ты глянь на эти облачка. Ты глянь на эти... О, боже мой, там вон солнышко где-то. И они реально движутся, ты понимаешь? Они движутся. Ооо, вообще я, я в шоке, правда. Так, окей. О, ты сделал! Мы находим в основе сессии сессии здесь. Так, и сразу получишь ещё один квест. Добавьте с тем, кто-то из-за жителей. Попробуй, если есть... Так, тут у нас, я так понимаю, полоска нашего уровня. О, роды. Нормально, ну, отлично перевели имя. Ну, пускай будут роды. Ооо, я люблю хорошие партии. Не знаю, какие тебе роды, ты ж бухая в планах. Давай наберём квестов и... Я так смотрю, тут в принципе, ну, как бы, квесты квестами их даже особо, мне кажется, выполнять не так уж и обязательно. Мне, мне дико интересно пойти... Посмотреть окрестности, посмотреть сам город. Оооо, игрок! Игрок! Ребята, игра живая, кто-то в неё играет. На полном серьёзе игра жива, вау, мы видели. Чел появился и побежал. Вау. Я... Приятно удивлён. Интересно, а этот чел это весь онлайн игры? Или всё-таки там есть ещё кто-то? Так, давай наберём все квесты, какие здесь есть и... Ооо, я только сейчас обратил внимание, что у меня есть указательный. Куда мне идти? Оооо. Ооо, ещё один игрок! Ты смотри! С ума сойти! И это я ещё записываю не в прайм тайм, то есть я сейчас записываю... У меня сейчас на часах 10 утра. Есть люди. Ну, игра вообще, вот я вот так смотрю, знаешь, первое ощущение... Ну, вылеты World of Warcraft, то есть вот прям... Я бы даже сказал, что World of Warcraft, знаешь, так вот, глядя на... Villagers of... Или как оно там, End Heroes... Даже несколько нервничает, потому что, ну, как бы, ну, блин... Ну, всё-таки, пф... Какой-то там Warcraft и... Я напоминаю, лучшая MMORPG. Лучшая 3D MMORPG. Боже. А, о, мобы! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай! Ты чё, больно же? О! Так, я... Я даже чё-то выбил. Дух-сущность. Отлично. Дух-сущность. Сущность и дух. Так, а автоатака у него срабатывает, кстати, автоматически. Не надо там тыкать правой клавишей мышки, как вот это вот мне писали... Ну, в начале, в обучении. Вообще нет такой необходимости. Я думал, уже было там какой-то местный босс. Нет. До уровня местного босса пчела ещё не дотягивает. Так, подбираем всё, что есть. Луговой зумер побеждён. Всё, смерть зумерам. Игра уже хороша. Здесь... Здесь можно валить зумер. Всё. Бумеры рулят, зумеры... Градстой. Вот так. Луговой зумер, боже мой. Так, квест. Что у нас тут? Может, мне тут пэтл дадут? Я не ловлю. Я не ловлю. Я не ловлю. Бах! Это рода! Я просто наслаждаюсь каждым диалогом. Вот. Прям без шуток. Дикая шкура. Я тут не забрал дикую шкуру. Блин, девяносто девять... Давай-ка мы апнемся. Я... Я хочу апнуться на охоте. Е-е-е-е. О-о-о! Ещё игроки! Ещё игроки! Блин, я изначально хотел назвать это видео, знаешь, по типу... Лучшее MMORPG без онлайна. Но теперь придётся просто назвать это видео, ну, как бы, вот... Лучшее MMORPG. В мире, наверное, так как-то вот. Потому что, ну, без онлайна это уже не честно. Нельзя игру так называть, потому что... Как мы наблюдаем онлайн, есть... Это уже третий игрок, не считая нас, на секундочку. Кстати, знаете, что интересно стало? Сейчас... Давай-ка мы пойдём сдадим квест. И... Посмотрим вообще, что по менюхам у нас здесь. Что игра предлагает. То есть, что здесь есть, там, по типу... Трейды, квесты, танжи, там... И вот это вот всё. Нажмите клавишу T или щелкните свой портрет. Чтобы провести талант точки. А, ну, кор... Ясно, 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 да. Давай летальность вот эту вот будем подкачивать. И он, как бы, максимально быстро. Тут всего 5 поинтов нужно. Да, принять. А обучение куда-то денется? И он так и будет дальше висеть. Они просто не будут остановить. Награда претензий? Ну, нормально, да. А, и следующий сразу бывает. Они просто не будут остановить. Я так понимаю, это мы делаем какие-то сюжетные квесты. То есть, не допа, а сюжетные. Потому что у меня есть ещё другие квесты, но они никак не обозначаются. Когда я беру эти квесты и делаю, они... Ну, путь мне постоянно указывают, куда идти, типа. Что-то сейчас было. Что-то зазвучивающе. Так, ладно. И давай посмотрим. Так, первое. Картам. А, полая летом. Окей, полая летом. Вау, ты серьёзно. Ты только... Ты только оглянь на эти масштабы. Да ладно? Серьёзно? Ого. Нет, правда, это дофига. Ты посмотри, какая реально огромная карта. А мы только где-то вот, знаешь, вот-вот-вот здесь вот так, чуточку. Театральный роман. Рома, а что ты там забыл? Короче, карта, конечно, здесь просто огроменных размеров. Я уже вижу, что есть данжи. В игре есть данжи. Причём данжей немало. На секундочку. Если что, я как бы игру не рекламирую. Я просто в шоке на самом деле. Потому что... Ну, я ожидал здесь увидеть что-то вообще мега ущербное, когда заходил в игру. А тут как бы, ну, типа, есть чем заняться. Окей, давай ещё посмотрим, что у нас. Персонаж, гардероб, журнал, рейды. Рейды? Реально есть рейды. Болото, затопленный монастырь. Какой-то там лес. Дворец. Лежбище. Лисички. О, господи, разработчики. Спасибо вам огромнейшее за просто лучший перевод, лучшую локализацию, которую я когда-либо видел. Просто нормально. В общем, в разделе рейдов у нас 7 рейдов. На секундочку. Я удивлён. Деревня. Что? Присоединяйтесь к деревне. А, погоди. Присоединяйтесь к деревне, получите свой дом и многое другое. Я что-то думаю, что это на манер гильдии что-то, знаешь. Ого, так. Книга знаний. Ага. Крафт. Это у нас крафт. Кузница. Кулинария. Шитьё. Деревообработка. Слушайте, ну по-моему тут на крафт прям сделан такой неслабый, неслабый упор. Включаешь уровень крафта и... И вперёд. Короче, а ну-ка. Максимум 95 уровень. Я так понимаю, что 95 уровень это, скорее всего, не только максимальный уровень крафта, но и максимальный уровень, в принципе, персонажей в игре. Также у нас есть ещё сбор. Разные там руды, разная там рыба, насекомых зачем-то можно собирать. Скорее всего, тоже для крафта. Деревообработка, заготовка, заготовка и вот это вот всё. Так, а что ещё? Что ещё здесь есть? Достижения. Вау. Правда? Есть ачизменты? Да, есть ачизменты. Награда претензий. Почему награда претензий? Боже мой. Я удивлён, короче говоря. Ух ты ж. Оно, кстати, секунду, подожди, а где у нас настройки? Вот, графика. Угу. То есть, я менял-менял расширение, ничего не поменялось. Ультра графика. Ну, это меня интересовало, ультра или не ультра. Ультра всё-таки. Дарлинг, как ты делаешь? Я всегда делаю пункт, чтобы минглить с коммерческими. Вы же реально в этой игре озвучка квестов есть. О, ты плохой человек, вот ты. Они не смогли нормально привести игру на русский, но при этом наняли актёров, которые озвучивали. Это ужасно! Так, ну допустим. Допустим. Давай, я же говорю, допустим. Она ушла. Она ушла. Прошло. Что вообще происходит? Что вообще здесь творится? Этап поддержки. Я понял. Игра вверх. Я кайфую. Вот серьёзно. Если кто-то думает, что я прикалываю, я вот откровенно, прям, прям искренне кайфую. Я вот сколько сейчас записываю, мы уже где-то, наверное, больше полчаса сидим в игре. Я не засекал просто. А, и... Блин, вот на полном серьёзе у меня улыбка с лица не сходит всё это время. Это просто топ. Я... Смотри, с головой. Да, нормально. Всё, всё нормально. Это локализация. Это ру-локализация. Всё окей. Я просто к чему? Я думаю, где-то вот на... На следующей неделе выйдет ещё три ролика из как раз-таки рубрики большого разбора. Там есть игры, которые... Я вот что-то уже вот прям подозреваю, что они вот такого же формата, как и Villagers and Heroes. Но там есть ещё игры с очень хорошими локализациями, причём, которые вот тоже я раньше никогда даже не пробовал. Поэтому я откровенно, я уже в предвкушении, понимаешь? Вот я прям... Не могу дождаться. Не знаю, насколько это будут прям вот кайфовые классные игры, но вот, ребят, я вам позитив и заряд хорошего настроения прям вот гарантирую. На полном серьёзе. Так. У нас тут что-то на манер данжа. Давай мы его добьём до конца. Чёрт. По-моему, да. Ох ты ж, ох ты ж. Они там что-то ещё говорят, когда бежит меня. Эй! А ты откуда, Валла? Тебя тут быть не должно. Сумасшедшая актриса. Нормально. Ладно, ладно. Пойдём, наверное, сходим, окей. Сумасшедшая актриса. Игра вверх. Я так понимаю, там что-то должно быть на манер подписи. Типа, игра началась. Но... Но, но, но Google Translate не справился с переводом. А, погоди, оно мне то как-то наружу ведёт, то типа дальше ведёт. Что? Игра, короче, путается. Игра сама, походу, не знаю, куда мне надо идти. Но я думал, что мне всё-таки надо идти таря в данж. Игра вверх. Нормально, нормально. Так, я думаю, я могу особо даже не уворачиваться. Серьёзно. Вы нашли счастливый камень. Продайте их торговцам за дополнительное золото. Кайф. Наверное, это хорошо. Наверное, это хорошо. О, боже. Драматург Париса. Тихо, тише, тише, тише. Это типа местная элитная бабочка, да? Ой, господи, кто-то звучало, простите. Я сначала сказал, а потом как-то вот, знаешь, вот... Услышал, как это звучало со стороны. Звучало это откровенно плохо, простите. Джорджи! Там впереди Джорджи. Так, погоди. А я могу там вроде... Да, лук вроде бы, кстати, классный. Ну-ка, 30, а здесь... А, да, серьёзно? Он хуже? Редкий и хуже? Ам... Вот это давай тогда наденем. О-о-о-о! Окей. Так, хорошо. Ну и так-то всё. Пока что. Из интересного, так сказать. Так, талант, точка. Талант и точка, чат. Ты знаешь... Наверное, всё-таки я придумал лучшее название для видео. Оно будет называться... Лучшее MMORPG и точка. Вот, вот те, кто досмотрел до этого момента, вы знаете, как родилась эта идея. Уууу... Теневое видение. Теневое видение. Теневое привидение. и сразу все классно удачи горит вы получили значок констебля и сразу сразу мы нагребаем нагребаем так и талант и . давай-ка вот так вот на самом деле как бы вот возможно трешово это все со стороны не смотрелось бы но давайте серьезно а вполне нормально вот прям без шуток то есть как бы такой типичный представитель классики аля вов но не вов как бы да куча профессий сбора крафта всякой всячины неспешная прокачка по моему очень даже нормально такая время убивал единица что конечно да онлайн здесь прям вот совсем невелик прям очень слушай а давай-ка мы просто уже достаточно долго сидим мы все это смотрим наслаждаемся откровенно наслаждаемся давайте посмотрим самое страшное посмотрим донат что у нас есть в игре за донат стояжница рюкзак деревенско деревенского жителя стартовый пакет для тех у кого есть дом в деревне садовые перчатки надолго увеличивают ваш обильный урожай на пять процентов инструмент раньше дополнительно пространство ящика 48 новых ящиков слот для животных расходные материалы так аж нет полный набор элитных фуражирующих инструментов включая зеленую косу плетеную удочку магическое увеличительное стекло и топор с граммоподобными рупорами оспадил нифига себе а также поставляется с десятью бутылированные ремонтные шарики бутылированные ремонтные шарики что обалдеть вот ну ладно ладно окей допустим стабильный пакет мастера пять лошадей премиум скорость окей прекрасно а золотая скорость серый волк красные грибы а это все пэты это пэты усадьба костяной стул баранья тележка ардент барная полка ну понятно короче это все в дом всякое разное счастливые ящики сундук красного а ну короче типа вот те сундук вот тебе ключ давай вскрывай а вот тебе повезет садовые перчаточки все со статами зараза все со статами да все абсолютно все со статами физ урон на мана увеличение мастерство увеличивается здоровье ну короче все абсолютно все что есть все со статами вот прям совсем все у нас еще подожди это в них а это косметика ну слава богу я уже думал что пухи продаются но нет это косметика ну в общем давайте честно я я думаю просто мы достаточно посмотрели как бы достаточно увидели что можно сказать вполне себе стандартное время убивалка которую разработал кто-то я понятия не имею еще что это за разработчики но игра в свое время нигде лично для меня не всплывала не пиарилась то есть я на ее рекламу не натыкался а тем временем кто-то поехал на заднем плане даже на лошади то есть люди здесь есть они играют их наверняка очень мало но они играют а если игра кому-то знакома напишите пожалуйста в комментах как вы вообще на нее вышли а как она вам ваше впечатление потому что ну лично у меня складывается впечатление что это была такая вот задумка сделать закос под варкрафт а но какой то очень тихий закос который нигде не пиарили и как бы вот игра просто вышла и вот она просто существует и на этом все а так что ну даже не знаю жду ваши комментарии надеюсь вам понравилось видео надеюсь вы хорошо провели время как минимум весело я так уж точно прям я вот прям отдохнул а ну и ждите на неделе еще подобные ролики я накопал такую нормальную пачку мморпг там еще штуки три или четыре так что как минимум ребятки будет весело так что не пропустите а всем желаю хорошего дня заглядывайте на канал у нас тут будет еще много чего интересного всем пока 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 ọn Продолжение следует...